То есть перемещаясь по городам и странам мира, мы проводим большую часть времени в обществе людей, для которых это общение с нами не является какой-то оплачиваемой работой. И перемещаясь на свободном транспорте, на чуя в гостях у местных жителей, мы стараемся посмотреть мир таким, как он есть по-настоящему на самом деле. Одним из интересных проектов, которым я занимался в течение примерно 10 лет, называется проект «Дов для всех». Когда в какой-то стране, в каком-то городе мира снимается квартира или дом, который становится домом для всех. Какой-то странный музыка, фото, можно ее вырубить. Вот, значит, дурацкий какой-то аккомпанемент какой-то играет. Знаете, вырубите ее лучше. Когда в какой-то стране мира, в каком-то городе снимается квартира или дом, который становится домом для всех людей. То есть каждый человек в мире может поехать и пожить. Там, независимо от того, богатый или бедный, главное, он соблюдает правила пользования дом, не курит, не пьянствует. И мы, живя в таких домах, обследуем окружающее место. И один из таких проектов был «Дом для всех» на Мадагаскаре, который состоялся два года тому назад. Обо всех таких проектов я сейчас заранее сообщаю за несколько лет в интернете, в своих книгах. И все люди на земле тоже знали, что будет «Дом для всех» на Мадагаскаре. Но почему-то из всех организованных номер 14 домов по всех в Мадагаскарске, но был самый малолетный. У нас там пожило только 20 с небольшим человек. Что такое сам по себе остров Мадагаскар? Мадагаскар – это очень такой интересный, занимательный остров. Он большой размером примерно с Украину. До него, конечно, добраться автостопом очень сложно. И такой цели у нас в этот раз никакой не было. И все мы попали на Мадагаскар в вагновенном самолетом. Мадагаскар очень неудобно расположен, так что туда ничего не летает, ни с Москвы, ни с Томска, ни с Новосибирска. Нужно лететь какими-то кургелями. Вот, я пролетел на Мадагаскарске Каморских островов. Идеей было прилететь в Атанальеву, снять там какой-нибудь дом и пожить там пару месяцев, посмотреть, как устроен Мадагаскар, как устроена там вообще мадагаскарская жизнь. И вылезти в разные походы. Некоторые из них там нарисованы на карте. Вот это маршрут именно на моих походах, которые я делал в ходе этого Мадагаскарского острова. Потому что он, хотя и близко находится к Африке, но в течение многих миллиардов лет на нем, собственно, никто не жил. Никакие негры на него не могли добраться, ни белые люди не добрались, ни арабы. И только где-то тысячи две лет тому назад туда занесло случайно и малайцев, и индонезийцев, каких-то через весь Индийский океан. Они, собственно, и засилили остров. Потом уже к ним примешались немножко арабы, немножко негры. Потом их колонизировали французы. Потом там пытались строить социализм. Потом все и Советские Союзы, и французы все оттуда убрались. И мадагаскарцы как могут сами строить свою жизнь. Сами же они достаточно маленькие, узкоглазенькие, более тощие, чем обычные негры. И в их языке много слов из индонезийского, малайского языка. И гораздо меньше слов из африканских языков. Теперь мы посмотрим разные картинки. С мадагаскара и Антонарио – это, как и Москва, город находится на семи холмах. В нем очень много разных домов, зданий. Вот так выглядит столичный город Антонарио. Интересен он тем, что там 2 миллиона жителей, и нет ни одного светофора. То есть это во всей стране ни одного светофора нет, и в двух миллионах в городе Антонарио тоже светофоров нет. В середине такая французская архитектура, всякие базары, рыночки, два десятка видов разных манго, ананасов. Страна очень вкусная, дешевая и приятная. Мадагаскар имеет две архаические железные дороги, построенные еще французами. Там можно покататься на разных поездах, пассажирских, грузовых, что, собственно, часто делают и сами местные жители. Мадагаскарцы тоже могут ездить по железной дороге, там, где они могут ее обнаружить. Мы тоже часто, ну, прокатили обе железные дороги. В одной из них на товарняках с углем, из них очень хороший обзор, можно видеть пейзажи во все стороны. Ну, а когда нет поезда, там удобно еще идти пешком, потому что там туннели, построенные французами, старинные всякие станции, вокзалы. В общем, виды такие офигенные, конечно. И причем тепло, если сейчас, например, ехать из Топска в Тайгу, на таком поезде замерзнут можно. А там совершенно замерзнуть нельзя, и местные жители тоже этим пользуются. Грузят в товарняки свой собственный какой-то багаж, и на них едут. Вот такие пейзажи вдоль железных дорог Мадагаскара. Такие интересные домики. Там питают местные жители. Вот мы, собственно, сейчас попались в кадр некоторые участники проекта. Дом для всех. На главном ходу железной дороги до сих пор лежат рельсы, проложенные в 1790-х годах. То есть они 115 лет без ремонта, поэтому неудивительно, что поезд идет довольно медленно. И трясется на каждой рельсе. Там едешь, подпрыгиваешь на полу, на полметра. Если даже едешь в пассажирский вагон. Вот. Такие вот интересные домики на Мадагаскаре. Классные такие деревушки. Люди там всякие обитают. Люди хорошие, добродушные. Но они подгоревшие, потому что там, ну, надо же готовить еду на входе огни. Поэтому, конечно, там дымок какой-то идет. И понятно, что дымок выходит из домика и немножко его поджаривает. Вот. Вот такие вот рельсы. Мы по ним часто ходили пешком, смотрели. На безместные жители тоже ходят пешком, потому что там, как же иначе-то, поезд ходит не каждый день. Если даже ходит, он довольно часто опаздывает. Это вот парочка женщин, которые участвовали в Мадагаскарском проекте. Всякие пейзажи, леса, горы, реки. Мы в вагоне едем каком-то на полу. Вот. Встречный поезд. Еще один встречный поезд. Значит, фрукты, овощи. Вот. На Мадагаскаре очень большой процент транспорта ручной. Там вообще очень много ручного труда. И то, что люди ездят и ходят пешком, в основном они тащат сами себя. То есть люди, которые рикши, они пешком тащат других людей побогаче. Булыжные мостовые – это не пот, не признак роскоши, а наоборот признак пролетарской жизни. То есть если у нас вулыжные мостовая – это роскошь, то там это просто потому, что дешевле пригнать 500 человек с молотками, чем купить один асфальтовый каток. Очень много таких вот ручных тележек, в которых люди, которые эти тележки везут со скоростью примерно пешеходной. Вот. То есть такой интересный вид транспорта. Сельская местность, дурники в сельской местности, базары, овощи. Самая рисовая страна в мире – это Мадагаскар. Мадагаскарцы едят самое большое количество риса в мире. 150 килограммов в год они съедают риса. То есть практически главная их еда – это рис. То есть не Индонезия, не Китай – главная рисовая республика, а именно Мадагаскар. Можно там путешествовать, ставить палатки в мухой местности. То есть в городах можно ночевать. Конечно, в школах, в церквях, как обычно во всех таких странах такого рода. Ну а на природе можно ставить палатки и смотреть, как там все происходит. По дорогам там ездят машины, по рекам там ходят разные лодки и вдоль берега ходят разные такие вот суда, парусные суда, до сих пор еще остались деревянные. Ну а по трассам, которые вполне даже неплохие, можно перемещаться и автостопом, пешком, и на каких-нибудь там. Если кому-то хочется скорость 100 километров в час, на таких быках можно перемещаться. Многие люди ездят на таких вот тележках в течение нескольких дней, добираясь из какой-нибудь духовой деревни в город по своим разным мадагаскарским делам. Вот это автостоп мадагаскарский, реклама маршруточного невзяточного. То есть на первой картинке нарисован маршрутчик, который дает взятку менту на трассе. И такое типичное мента выражение лица, такое прикольное. А на следующей картинке маршруты, которые дают взятку, уже проваливаются в пропасть. Вот с очень тоже веселым выражением лица. Мадагаскарцы сами тоже изготавляют автотранспортные средства. Это типичная мадагаскарская машина, тоже экологически чистая, которая применяется и для перевозки грузов. Вот другая мадагаскарская машина, а это третья. То есть мадагаскарцы делают экологически чистые грузовики, которые управляются с помощью человека. Сзади является и водитель, он же и мотор. Очень хорошо. То есть говорят сегодня, например, какой-то экологический день, сегодня надо делать час зимы. Мадагаскарцы это умеют. У них все экологически чистое, хотя встречаются, конечно, и маршрутки. Вот это всякие наши мадагаскарские люди. Это значит город Анцерабе. Анцерабе город находится в середине Мадагаскара, и он тоже удивит каждого человека, приехавшего из богатой страны, типа России, количеством всяких ручных тележек. Вокзал без пассажирских поездов, мечеть. Это вот сейчас мы увидим, что продают на базарах Анцерабе. Это вовсе не помойка. Это товары, которые предназначены для повседневного спроса. Конечно же, консервные банки, бутылки и какие-то другие объекты. Это тоже товары повседневного спроса. Бутылочки, баночки и консервные баночки. Для чего же они нужны? Сейчас вы это все увидите. То есть на Мадагаскаре ни один мусор не является мусором. Есть товары просто высшей ценности и низшей ценности. Но нет товара вообще не ценностей. То есть любая вещь, которая, если вы выбросите в мусор в воду, до мусорки не долетит. Ее сразу же в Мадагаскарце унесут на базар и используют. Например, палочки тоже не мусор, это палочки для разжигания огня. Это не мусорные обуви, а second hand обуви, точнее, second leg. Вдруг у кого-то сломался только правый ботинок. Можно купить отдельно левый или отдельно правый. Вот мы видим, что они делают из консервных банок. Из консервных банок они делают слева мы видим масленки, справа мы видим такие черпаки для лиса, вверху мы видим светильники, видим большие кружки сверху слева и видим маленькие черпачки, которыми черпают подсолнечные масла и другие вещи на базарах. Разные виды светильников. Все это сделано из консервных банок, даже лейка. То есть любая консервная банка, она играется товаром, из которого делают другие товары. Вот, например, еврокопилки, сделанные из консервных банок. Очень удобно, и стоят они там, ну, в пределах, так, 7 рублей за копилку. Вот, смотрите, что они производят. У нас обычно, если электрическая лампочка перегорела, то ее обычно выбрасывают. На Мадагаскай вовсе не так. То есть, после того, электрическая лампочка послужит богатому человеку и перегорит, богатый человек продаст эту лампочку на базар, где специальные мастера выдерут спираль вольфрамбой, продадут ее отдельно, а из оставшейся части лампочки и консервной банки сделают вот такую подставочку, крышечку, и это будет уже масленка, масляная лампочка. То есть, посвятив полгода богатому человеку, она переходит в владение бедного человека и светит еще к бедному человеку еще лет 10, пока он ее не раскокает. То есть, лампочка многоразовая. Это очень интересно. Я тоже привез несколько таких лампочек, правда, еще не использовал, но, может быть, мало ли чего потребуется потом. Вот. Что стоит? 6 рублей. Что? Спираль куда? Ну, не знаю, куда-то, куда-то, надевается, может быть, как крючок для рыбы, например. Значит, это вот 6 рублей стоила такая лампочка. То есть, понятно, что это уже фонд комиссии продавца, там, рубля 2, вот, стоимость материала еще 2 рубля, и 2 рубля еще наварили, как на иностранцах, как обычно. Еще, видишь, с задним фоном, за лампочками идут пешеходы с этими рикшами. Вот. Это тоже товары, как вы догадываетесь, тоже полезные для каждого. Это, значит, другие, опасничную партию товаров. Поэтому маленькие кусочки зеркала продаются, и мы сами, конечно же, тоже для нашего дома купили небольшой кусочек зеркала для того, чтобы смотреть на себя. Зачем смотреть на себя целиком? Это же какой-то эксгибиционизм какой-то получается. Можно смотреть на себя по частям, захотел, нашел на себе прыщ, посмотрел с одной стороны, с другой. Мы себе тоже купили такое зеркало за рубль и смотрели на себя по частям. Зачем целиком? Вот. Значит, это тоже полезные товары, вот, это пробирки, которыми мадагаскарцы пользуются для своих нужд. Самая большая ценность это пробирки с завинчивающимися крышечками. То есть, конечно же, баночка с завинчившейся крышечкой, то, что в нее не может пролезть муравейчик, представляется только самую ценность. Она стоит дороже, чем полная баночка обычно. Вот. Мы сами часто торговали такими. Вот. То есть, мы после того, как увидели, что на Мадагаскаре можно продать любую вещь, мы ничего уже больше не выбрасывали. То есть, мы дали полностью экологически чистую жизнь. Мы первый раз набрали там в доме АВП целый мешок всяких товаров, пошли, тоже на рынке разложили, пустые баночки, бутылочки из-под йогурта пластмассового, эти самые легкости, 50-граммовые. Тоже продали еще. Потом второй, третий раз ходили. Очень удобно. Вот. То есть, мы канистры пустые, мешки пустые продавали. Это значит, что мы товары для медицины. Вы знаете, что люди любят лечиться. Правильно, полете лечиться. Вот человек в больнице лечился, ему вкололи шприцом какую-то микстуру или капельницей какой-то. Понятно, что он вылечился и может как-то отблагодарить людей. Он продает на базар свои шприцы и остатки капельниц, когда их покупает другой больной и вканывает своими шприцами другие микстуры. Очень удобно, полезно, экологично. Вот. Одним шприцом может быть ценно масса больных. Вот. И одной капельницей. Вот это товары для медицины. Вот это я автостопом еду куда-то, кузовем. Вот это пейзажи всякие. Пейзажи гор, рек, городишки, местные. Очень прикольные. Ну, там двухэтажные дома. Это маршрутка. Маршрутка там называется такси-брус. Наверх грузы, ну, а внутри пассажиры. Проезд очень дешевый, дешевле, чем в России, значительно, хотя бы иди там дороже. И там местные всегда подходят, такие смешные, продают всякие товары жителям маршрутки. Вот. Всякие жители. Дороги не всюду там хорошие, кое-где и плохие, конечно. Вот мы автостопим на Мадагаскаре. Вот такой лежачий автостоп. Машин-то там не очень много. Поэтому приходится порой ждать. Лежишь на дороге и ждешь, что появится машина. Потом появляется машина, ну, залезаешь, удивление всех, мыслежителей, куда-нибудь уезжаешь. Там, где нет дорог, существует езда на речном транспорте, на каналах. Есть каналы, соединяющие далекие места. И там можно поймать лодку и уплыть на лодке. Она исполняет роль автобуса. То есть в лодку залезают 50 человек или 60, типа такси, брус, на крыше фрукты, овощи, какие-то другие пассажиры. И она едет и разводит людей по деревням. Это хорошая возможность попасть в те деревни, в которых нету дороги, автомашинной. Вот так вот в лодку пристает всякие деревушки и всякие вкусные вещи можно там приобрести по дороге. Вот я люблю такой лодки. Вот встречные лодки. Видите, на крыше всякие канистры, какие-то бананы, овощи. Есть маленькие лодки такие ручные, на которых везут фрукты, овощи тоже вкусные и не очень вкусные. Вот. Лодка пристает в каждом городе и разгружает всякие товары, необходимые для человека. Это вот девушка Маша. Она до этого работала бухгалтером всю жизнь, а потом узнала о правах путешествия и поехала, решил начать прямо с Мадагаскар. Обнаружил, что можно работать бухгалтером даже с Мадагаскар. Вот. Значит, вот эти лодки всякие встречи. Вот мы приезжаем в город под названием Нусиварика. Вот такой город высококачественный, город с такими домами. Вот там оказалась одна машина в этом городе. Дело в том, что на Мадагаскаре там есть должность буржуев, там исполняют китайцы. И тогда мусульмане. То есть, если в деревне есть одна машина, она предложит или китайцу или мусульмане. Но чем они занимаются эти китайцы? Они скупают товары, овощи всякие, пряности, все что угодно и продают в большой мир. А сами привозят из цивилизации в деревню всякие товары. И вот мы, доплыв до деревни, до города Нусиварика, нашли там китайцы, который обладал такой шикапанной машиной и с помощью коррупции уговорили бы на завтра отвезти нас в другую цивилизацию. Вот. Потому что машина была единственная. Мы его подкупили. И он с помощью подкупа направил машину вот с нами дальше. Вот. Значит, это фрукты, джекфрут, так называется. Это лодка фирмы Спаси Аллах, которая перевозит граждан на какие-то другие деревни. Вот. Вот мы едем на этой машине, которая, с помощью китайцев. Такие дороги там в Мухамане интересные. Ну, в общем, едешь по этой дороге, встречных машин не будет. Не каждый день будет. То есть, это как раз одна эта машина, с китайцами ездят только такие паромчики, лодки, на которых возят и мотоциклы, и велосипеды, а лодка бёсельная. Вот что интересно. Сочетание цивилизации и канализации. Такое. То есть, на бёсельной лодке везут мотоцикл и велосипед. Везут, причем, издалета. Вот. Значит, всем, конечно, интересно, как в такой стране, которая последняя страна мира что-то производит. Мадагаскар производит практически все, что необходимо для жизни. То есть, вам, наверное, интересно будет узнать, что Мадагаскар уже освоил технологию изготовления металлических изделий. То есть, там уже железный век уже наступил. Все эти кастрюли и сковородки сделаны на Мадагаскаре, а вовсе не в Китае, потому что китайскую кастрюлю привезти-то стоит дороже, чем сделал самому. Сейчас вы увидите, как изготовляются все эти предметы. Вот. То есть, это мы идем на металлургическую фабрику. Ведем на металлургическую фабрику, везут энергоносители, уголь, на которых, собственно, им жарят металл. Это металлургическая фабрика Мадагаскара, которая производит металл. Вот. Как он производят? Это металлургические печки. Это не Магнитогорск, конечно, там, не какой-нибудь кустбассы. Это вот на этих печках, на углях, на этих котелках жарят металл. Вот. Это тоже металлургический печ. Вот он берет такой вот котелок с металлом. И вот металлурги босиком идут с таким вот котелком со склавным металлом и заливают его в форму. откуда берется форма. То есть, например, металлургам нужно сделать кастрюлю. Они берут оригинальную кастрюлю, заталкивают ее в ящик с землей такой специальной, потом ее вытягивают. Возникает в земле дырка под форму кастрюли. Потом в нее они наливают раскладанный металл, он засыхает, они вытаскивают кастрюлю, получается ксерокопия кастрюли. Также они ксерокопируют ложки, вилки, сковородки, любой металлический предмет они могут отксерокопировать по заказу из этих металлургических. Вот смотрите, в металлурге босиком, вручную, это раскаленный металл, наливают в форму, чтобы отксерокопировать кастрюлю. Вот, пожалуйста. Вот так вот утрамбовывают этот вот металлополучившийся. И вот такая вот странная штука, это зародыш кастрюли, внутри он. Потом кастрюли возникают и остается только отпилить от них всякие части ненужные. То есть остается отпилить от них всякие выросты, которые возникли от неправильного распространения металла. Появляются отличные кастрюли, отполировать и готово. Вот они фигурки, например, ксерят тоже. Вот, например, я попросил 2 рубля ксерить, пожалуйста, 2 рубля ксерили на Мадагаскаре. Вот. Вот. Они даже мобильник могут ксерить. Я, например, у нас была проблема, что у моей подруги украли мобильник незадолго до этого на Мадагаскаре. Я попросил им тоже сделать мобильник. Берешь мобильник, они его заталкивают в землю, и потом вытаскивают мобильник, и потом заливают туда металлы. Получается совершенно настоящий мобильник. Такой же совершенно, только не звонит. Единственная проблема. Ну, собственно, может, и не надо их звонить, потому что там же сеть-то они везде. Вот. То есть вполне себе. Мы пробовали поксерить книгу Ленина. Но нам попался плохой мастер, и плохо получилась книга Ленина. Ну, хоть как-то. Вот. Это неполучившиеся товары, которые потом переправляют, и делают из них опять что-то новое. Вот они отпиливают от металла лишние части. Вот. Вот металлургия, пожалуйста, 21 века, которая изготавливает все необходимое. Металлургическая фабрика. Вот. Вот она вся металлургия. И на этой же печке варят суп, между прочим. То есть они уже в металлургиях варят суп для своей собственной нужды. Вот тетка помешивает картошки, и эти картошки там, пожалуйста, варятся, а внутри металл варится в печке. Вот металлургия. Вот машины я уже показывал, да, что мадагаскарцы не только кастрюлю могут сделать, но и целую машину могут сделать, совершенно не отличающуюся от настоящей. Но единственное, что она только вручную двигается. Вот. Значит, после того, как мы были в таких цивилизованных местах на Мадагаскаре, нам захотелось попасть в глухие места на Мадагаскаре, там, где еще не видели никогда белого человека. Мы решили сделать некоторый пеший самоходный поход до реки Мангура, по которой предположительно должны были плыть лодки, и эти лодки должны были нас отвезти в сторону цивилизации. Факт оказался другой. Оказалось, что, правда, лодок там нет на этой реке, нам нужно спехать несколько дней пешком вдоль реки, пока мы на цивилизацию не вышли. Как это произошло, вы сейчас увидите. Вот. Мы сначала едем на такси-пус в сторону города Алиси-Бианала. Это название города. Вот. Такие вот пейзажи, места такие интересные. Вот. Домики на ножках. Домики на ножках очень прикольные, да? Вот. Домики, домики. Последнюю машину, которую мы видели, вот такая. После этого мы идем уже пешком. Идем пешком, после этого нам стали упадаться навстречу носильщики. Оказывается, вся внутренняя часть острова Мадагаскара вдали от дороги, она снабжается товарами с помощью носильщиков, которые несут на плечах пешком, босиком по 50 килограмм разных товаров в далекие какие-то деревни. Бензин для генераторов, ложки-миски для магазинов, какой-нибудь рейс-жиротлу, бич-пакеты. И все это несется пешком на носильщиках на расстоянии нескольких дней пешего пути вглубь острова. А обратно они могут выносить такой, ну, видимо, кофе, пряности, все, что там выращивается. И вот такие вот носильщики. То есть они несут, например, бензин. Для чего бензин? Например, какой-то новый русский, даже не новый мадагаскарец. На Мадагаскаре завел себе видеосалон. Он себе поставил генератор, проектор, как здесь, вот у вас в сайте, только в хижине своей. И грузит всем фильмы, со всех собирает по 100 местных копеек. Чтобы генератор работал, он просит, чтобы люди приносили ему бензин. Он оплачивает работу этих носильщиков. Каждый носильщик получает 1 доллар в день и с большим удовольствием несет 50 килограмм. Вверх по горам идет пешком, несет 50 килограмм всякой фигни. Вот, я взвешивал точно 50 килограмм. Очень интересно. Очень интересная работа, кто хочет курьером подработать на Мадагаскаре, может и поднакачаться заодно. Вдоль всей дороги этих носильщиков масса заведений с едой. Мадагаскар очень дешевая страна, самая дешевая страна цивилизованного мира, ну и даже не цивилизованного. За полтора рубля можно купить чашечку кофе или манго, или кукурузину вареную. Вот, это полтора рубля, ну сейчас, можно сказать, что за незначительную сумму, правильно? Вот, здесь за 15-го я ничего не купил, ни кукурузину, ничего. Вот такие деревни. В каждой деревне нас встречали все большие толпы людей, удивляясь на наше появление. Потому что появление белого человека в этих местах является редкостью. Даже на гербе города нарисован носильщик, несущий какой-то пароход. То есть там машины давно уже испортились. Переправы через реки, лодки, я, мосты сломаны. Дело в том, что у нас была карта, созданная французами, оккупантами в 26-м году. С тех пор многие мосты уже разрушились. То есть с 26-го года прошло 90 лет. Железные дороги уцелели, хотя ездят по тем же рельсам, а автодороги попортились. Поэтому нам пришлось переться пешком и плеваться, почему нет транспорта. Вот, значит, и вот местные жители довольные, маши недовольные. Вот, домики на ножках, мостики разные. Вот я промеряю груз носильщиков, точно полтинник, нифига себя не таскаю. Они же такие дохлые, с виду килограмм по 50 сам каждый чувак весит. А они по 50 носят и идут быстрее, чем мы. Вот такие мостики. Вот мы пришли в город под названием Лонгозабе. Лонгозабе, видите архив города Лонгозабе. Вот, вы увидите, в какой порядке находятся все документы за последние сотню лет в этом районе. Так что если нужна какая-то справка о зарождении, о смерти, то можете прийти в район, вам ее дадут. Вот архив Лонгозабе. Вот, это его, собственно, райсовет. Чем отличается райсовет от прочих хижин? Перед ним обычно стоит такая вот фигня, это статуя Мадагаскара. У нас обычно Ленин, голова Ленина, и целиком Ильич. А это статуя Мадагаскара, которая изображает остров Мадагаскара. Значит, райцентр. Вот, какой-то Тарас Бульба местный попался. В общем, нам набрали, что мы дойдем до реки, и там будет куча лодок, которые нас увезут куда угодно. Как обычно. Вот, значит, все нам рады нас видеть. Мы премся дальше. Дорога что-то все ухудшается. И оказывается, что что-то все люди не понимают уже лодочности. И оказывается, что лодок-то нет никаких. Они только лодки поперек реки, а вдоль реки нет лодок. Вот, мы сидим такие и удивляемся, что делать. Наконец, на такой дурацкой лодке переправляемся на другой берег реки. И идем уже дальше. Идем дальше. Дорога все портится. И никаких признаков цивилизации-то особо нет. Причем указателей тоже нет на дороге уже. А местные жители, конечно же, спрашивают, о чем они в панике убегают. То есть, несколько раз было, что мы сняли на тропинке местных жителей, они в панике, с криками убежали назад, и потом под соседним горам нас обходили. Потому что никогда в жизни не видели белого человека. Они живут в изолированных деревнях и удивляются. На деревне им не страшно, конечно, смотрят нас. Вот, мы сидим, едим там, бич-пакет какой-нибудь. Они все разглядывают, потому что никогда не видели белого человека в жизни. А на дороге, конечно, у них в панику возникает. И поэтому узнать направление очень нелегко. Ходишь по этим горам. Карта 26-го года. Вот, местные жители разбегаются. Непонятно, что делать. Врут все в отношении этих лодок. Вот, ну ладно, премся дальше. Пошли дальше. Хорошо, что хоть где-то еда еще продается. Но уже как-то похуже с этой едой, что ты ее меньше. Вот. Лодка действительно до реки пройти не может. Там, оказывается, пороги. Они нам всем лапшу на уши вешали, что ходят. Наконец-то пришли вот по филос дыры такой. В деревню Соколава. Там уже вообще ничего не было. Там вообще ничего не было полностью. Ну, не говоря, конечно же, никакого электричества. Никто, конечно, не говорит по-английски, не по-французски. С помощью долгих поисков появились соседи деревни тетку в очках, которая знала французский язык. Проблема, потому что мы не знали французский язык. Вот. Ну ладно, это единственный по интеллигенции, представительниц. Но она была умная. Мы тоже были умные. И мы, собственно, поняли, что если деревня Соколава выбраться, нам нужен какой-нибудь местный житель. А лучше несколько местных жителей. Потому что местные жители, они очень любят носить всякие грузы. Мы это уже заметили. Все время они ходили и тащили всякие грузы. И мы подумали, может быть, их подкупить, чтобы они носили наши рюкзаки? И зато спрашивали для нас дорогу. И мы с помощью подкупа, вот этой женщины в очках, с помощью подкупа подкупили парочку местных жителей, чтобы они совершили с нами поход, продолжили поход. Вот. И несли наши рюкзаки. Кстати, они с рюкзаками, даже с увеличенными, и ходят быстрее, чем мы без рюкзаков. И когда мы идем с местными, то уже нас никто не боится, и не кричат в паньях, демоны. Почему мы с этой Соколовой дурацкой? Потом были куда-то дальше. Навстречу нам подарятся, эти носильщики уже несут навстречу. Если вам навстречу несут груз, значит, уже в цивилизацию идете, правильно? Хороший знает. Вот. Местные все нам рады в разных деревнях. Всякие жители. Это наши носильщики два. Вот. Мы движемся. Вот. Всякие речушки. Опять статуя Мадагаскар. Вот эти два парня нам помогают. Ну ладно, значит, мы передвигаемся. Еще куда-то приемся. Вот. Соковыжималка экологически чистая. Вот. Вот соковыжималка, пожалуйста. Вот. Мы идем, и все интереснее и интереснее. Знается. Уже цивилизованные деревни такие большие. Видно, что здесь когда-то могли быть машины. Видит трасса, когда-то была французами построенная. Ну, только в 26-м году как-то было. Вот. Вот. Вот мы переправляемся, движемся дальше. И вот уже попадаются люди, которые навстречу рисуют бухлу. То есть там, если человек не магазин имеет, имеет магазин, то значит, нужно из города привезти два ящика пива. У нас, как обычно, не знаю, заказывает машину, может, не знаю как. А этот заказывает пешехода. И сходи, два ящика пива принеси из города. Дер в несколько дней пешком в город, и еще несколько дней обратно привезут два ящика пива. И те бухают еще и довольны. Вот. А ващика пива, они весят много достаточно. Это килограмм сорок. Вот. Вот. Мы уже все в цивилизацию пришли. Уже навстречу попадаются дороги настоящие. Уже все вообще хорошо. И вот опять эти лодки, на которых везутся мотоцикли. Вот. Блин, все-таки и другие лодки. В общем, мы уже достигаем, наконец, города Махану и возвращаемся в столицу. Это касательно пешего похода. Значит, что же Мадагаскар производит на экспорт? Конечно же, свои кастрюли он не экспортирует. Он экспортирует пряности. Это вот гвоздико так называемое. Это ваниль так называемое. Вот. Значит, это всякие пряности. То, что Мадагаскар производит именно экспорт. Перец. Вот. Они делают. Весь бизнес находится, конечно, не в руках мадагаскарцев, а в руках других бизнесменов. Например, один из них русский оказался. Один человек по имени Ильян. Вот. Жил когда-то в Красноярске. Потом жил в Швейцарии. Стал швейцарским буржуем. А потом плюнул на свою Швейцарию и уехал на Мадагаскар. И там стал олигархом. Вот он справа как раз. Показывает нам образцы пряности. И стал олигархом Мадагаскар. Конечно, если ты в Швейцарии, у тебя есть, скажем, миллион долларов, то ты бомж. А на Мадагаскаре ты вовсе не бомж. Вот. Даже никак не бомж. Вот. Это мы смотрим эти вот все пряности, которые производит Мадагаскар. Всякие перцы. Всякие разные. Ну и вот. Значит, это сам бизнесмен. Вот. Русский бизнесмен, который наложил эти пряности, торговлю пряностями из Мадагаскара в другие страны. Вы знаете, табличка в Антональевом. Вот. Значит, как мы снимали дом? Значит, Антональев, двухмиллионный город, затрудняется домосъем тем, что мы не знаем мадагасийского языка. Но польза в том, что там строили социализм, и там осталась до сих пор кафедра русского языка в университете Антональево. Поэтому можно кого-то попросить, чтобы с тобой ходили, помогали снимать дом или делать что угодно. Русский язык на Мадагаскаре носит статус ритуального. То есть его преподают не русские, конечно, а сами мадагасийцы, которые изучили русский язык от других мадагасийцев и так далее. Притом, никто из них русского никогда человека не видел. То есть один человек, никогда не видевший русского человека, преподает русский язык другому. Человек, который не имеет даже надежды встретить русского человека. Но при этом все активно втирают своему университетскому начальству, что русский язык офигенно полезный язык, и полезен будет всем. Поэтому эти должности не сокращают, и каждый человек, окончивший университет знанием русского языка, становится преподавателем русского языка. Таким образом, данный ритуальный язык вошел в быт мадагаскарцев, и их около 20 тысяч человек, которые уже прошли это ритуальное посвящение знания русского языка. Но говорить по-русски может только несколько человек, и мы нашли одного из них по имени Ивас, который ходил с нами, помогал нам снимать дом. И тогда показывал нам всякие приколы столицы. Он действительно понимал по-русски, а с нами он еще увеличил, усовершенствовался. Как мы снимали, мы ходили несколько дней, искали разных местных агентов по снятию, и, наконец, нам повезло. Мы купили карту города, и там есть авеню Ленина Владимир Ильич Ульянов. Вот, то есть такая авеню, и мы помним, что около этой авеню нас будет счастье ждать. То есть наверняка мы снимем квартиру в районе авеню Ленина Владимир Ильич Ульянов. И точно мы ходили по этой авене, нашли Маклершу, которая показывала объявление, сняли дом. Вот такой дом у нас был. Вот, это наш дом, там всякие гости, вот, всякие разные американцы, поляки. Вот, всего 20 с небольшим человек у нас пожил в доме, это в Мадагаскарском, сняли такой дом, и звали в гости Мадагаситов, чтобы их просвещать. Тоже рассказывать им о России и технологии путешествий им вещать. В основном, ну, эти, которые изучают ритуальный русский язык, вот, мы их приглашали. Вот, это наша жизнь такая в этом Мадагаскарском доме. Вот, значит, мы с гостями, в середине как раз и вас тот самый парень, который отличник университета. Вот, вот, мы сидим там с местными жителями, что-то общаемся в доме для всех. Вот, и это значит, уже показываем, как выглядят деньги Мадагаскара. Деньги Мадагаскара недорогие. За доллар там было 2200 ариари. Самая мелкая денежка – это 100 ариари, чуть меньше пяти центов, за которые можно купить что-нибудь небольшое. Манка, кукурузину, чашечку кофе или что-нибудь еще. Или дать его, помню, бомжу. Вот, значит, 200 ариари – это больше, и так далее, с 500 тысяч, и так далее. И самые разные Мадагаскарские деньги. Теперь я уже устно буду дальше рассказывать. Можно уже включать свет. Я про Мадагаскар в целом сейчас уже буду дальнейшим голосом. Но видим, что без нефти и без газа жизнь вполне даже существует. Да, там все происходит медленнее, да, все происходит не вовремя. Но люди от этого не портятся. Вполне существуют, вполне себе улыбаются, вполне себе выглядят довольными эти люди, которые живут за 15 долларов в месяц и не чувствуют какими-то себя обделенными. По Мадагаскару можно путешествовать с большим удовольствием. Страна не вороватая, вороватый только столичный мегаполис Антонарево. Вообще во всей этой Африке все воры обычно съезжаются в столицу, потому что только в столице можно воровство, он как-то себе пропитание себе найти. Остальные деревни совершенно спокойные, не вороватые. Ночевать никаких проблем можно переночевать в церкви, можно ночевать в школе, можно просто поставить палатку и ночевать, собственно, в палатке. Жизнь на Мадагаскаре такая, что нужно иметь запас времени. Это всегда в Африке, это все эти африканские страны. Имейте запас времени, потому что все происходит не вовремя. Маршрутка отправляется не вовремя, и когда она наполнится только, тогда только отправится лодка, поползет тоже не вовремя. Я, может, этой лодке не окажется. Нужно иметь запас времени, кто едет на Мадагаскар. Ну, замечательный совершенно остров, и каждому человеку, конечно, приятно будет там пожить, независимо от того, человек это первый раз в Африке, или он уже там много раз был. Потому что он сильно отличается от остальных мест. Я думаю, что про Мадагаскар еще можно говорить много, но мы будем такой подводить резюме. В общем, если кто-то еще хочет такую оторванную цивилизацию местность, вот, чтобы все там такое настоящее, классное, веселое, поезжайте. Но единственное неудобство, что нам туда залетать, конечно. Надо залетать на самолете, потому что всякие морские паромные и пароходные всякие переправы со стороны Каморских островов займутся все время вашей оставшейся жизни, примерно. У меня есть один друг, который, Илья Лебош, ну, действительно, занялся в переплывании с материка, автостопом, с Кенни, с Танзани, долго переплывал на Каморские острова. С Каморских островов пока переплыл на Мадагаскар, уже прошло три месяца. И за это время, за три месяца, у него почти просрошилась виза Мадагаскара, и, как он приплыл на Мадагаскар, чем-то он не понравился миграционным начальникам, и они его послали обратно, плыть домой скорее. На Танзане он еще несколько недель был обратно в Танзании, пробовал в Мадагаскар, он посмотрел на Белик, и все. Во всей Африке, конечно, самая проблема – это чиновники-бюрократы. То есть, когда он чем-то не угодил бюрократ, вот плыви обратно, гражданин. Мало ли, вдруг ты какой-то нелегальный... Конечно, если же там животные на Мадагаскаре, многие спрашивают, как там лемуры и прочее. Все животные есть, но они все за деньги, потому что все бесплатные животные на Мадагаскаре съедены. Это, естественно, и свойство всего региона. Все животные, которые были бесплатные, конечно, жители их смогли. Остались только те, которые могут приносить бабло. И, конечно, там есть небольшие участочки леса, где там есть какой-то билетер, пришпандуривает к вам гиды, который за 20 тысяч местных копеек вам покажет лемура, большого, маленького, еще чего-то. Все это есть. Про здоровье. На Мадагаскаре можно быть здоровым практически, как и здесь. Главное не увлекаться фитьем сырой воды, потому что сырая вода у них не очень хорошая. Местные жители обычно покупают сырую воду. То есть это только у нас привыкли люди. Открываешь кран, оттуда вытекает вода. Местные жители в столице обычно с утрица отправляются, а лучше даже посылают своих детей за водой. На каждой колонке стоит продавец воды, который продает воду по цене в один литр, в один ариарий. То есть полторы копейки за литр. Детей они эксплуатировать вполне нормально. То есть ребенок может и большой, такой пацан, там 10 лет, тащить 40 литров воды, потому что ну куда же, что же еще скажешь, папа же послал за водой, тащи, надо же. И значит, это можно, что они покупают и потом ее используют для питья, для мытья и так далее. Все местные столовые имеют этот недостаток. То есть продавщица какой-нибудь столовой, она покупает утром ведро воды, чтобы мыть в ней посуду, и утром моет там посуду, и днем моет в нем посуду, и вечером моет днем посуду. Поэтому к вечеру, конечно, вода, которая мыли посуду, сама превращается в какое-то блюдо отдельное. Ну поэтому, если кто-то очень брезгливый, лучше со своей посудой ходить. Ну, конечно, элитные дома, такие как наш, имели свой подведенный водопровод, такие большие проценты, мы сняли элитный дом, платили за него там 100 вакцов в месяц, этот элитный дом трехэтажный. И, конечно, там водопровод были. Обычные пролетарские люди, они покупают себе ведро воды, и ведра воды им достаточно, чтобы там мыть, и там, скажем, посуду целый день. Про мадагаскарскую экономию можно еще много смешного сказать. Например, ну, я уже сказал, что зеркало там, лампочки многоразовые, что зеркало они разбивают. Ну, вот, например, у нас человек, например, сварил рис, например, съел рис, и что сделал? Попал кастрюлю, и выкинул получившуюся в ультаз жидкость. На Мадагаскаре, вовсе не так, они сначала сварят кастрюлю риса, рис продадут своим друзьям, или съедят, или продадут. После этого в оставшуюся кастрюлю с подгорелым рисом, оно всегда подгорает, потому что оно готовится на огне, не на плите же газовый, не в микроволнов какой-то. Вот, они туда заливают новую воду, не забудьте, вода денег стоит, полторы копейки за литр, и она потом подогревается на костре еще раз. Это вот вода с огрызками жареного риса, называется рисовая вода, отдельным блюдом является, но более дешево. Вот, то есть, это вода, подогретая до градусов 70, вот, рано варе, рано варе, варе это рис, а рано это вода. То есть, рисовая вода, она специально является таким удешевленным блюдом, напитком, таким напитком с едой, и при этом, вот, временно, моется кастрюля, то есть, и вода не пропадает, что называется, сколько же там, три литра потратили на кастрюлю, и вода не пропадает, и вода не пропадает, и на битых получается. То же самое, любой предмет, например, если ты выбросишь, там, майку, футбол, у трусы какие-нибудь в дырках, вот, не успеет долететь до мусорки, сразу, конечно же, появляется масса желающих присвоить указанный предмет. Вот, и потом, они, конечно, как тряпку никогда не будут использовать. Вот, видишь, как, например, водители, машины, они протирают стекло маленькой тряпочкой, 2-3 квадратных сантиметра, потому что они какую-нибудь взять тряпочку, и потом намного тряпочек наделали. Зачем уже большую тряпочку иметь? Тряпочка, конечно, маленькая. Вот, если выбросить что-нибудь, если дома что-то, ну, просрочились какие-то продукты, то есть у нас обычно все выбрасывают. Мы тоже, конечно, в доме АВП выбрасывали ненужные продукты, но там нам доказались много людей, которых легко назвать сыроеды. Вот, у нас же тоже есть сыроеды. Там тоже есть сыроеды, которые идут в сорт. То есть ты выкинуешь какой-нибудь сорт, там сразу, конечно, появляется много сыроедов, которые этот сорт подушит на самые лучшие блюда выкинули и будут как-то с удовольствием этим пользоваться. Вот, на Мадагаскаре можно купить любой практически сувенир, какой они делают, все делают из консервных банок. Делают разные сувениры, совершенно офигенные, вплоть до пояса, почти в натуральную величину. То есть, ну, в любой размер они могут сделать сувениры из консервных банок. Но цена, конечно, может торговаться, она может снизиться в 20 раз, пока торгуешься, а эти будут готовы впендюрить что угодно. Старинные монеты какие-то колонизаторские, какие-то шмотки, вещи, штаны за один доллар можно купить. Вот, они, конечно, привозят их как гуманитарную бесплатную помощь, но, конечно же, продают там по одному доллару и штаны, и обувь какой-то и так далее. В общем, очень интересная была жизнь на Мадагаскаре. Я сказал, что мы три раза торговали на рынке всякими товарами, ненужными совершенно пустыми баночками, бутылочками, там, какими-то баночками из-под йогурта. Один раз мы на торговали один доллар за час торговлю, у нас разобрали все. Мы торговали дешево, торпеды полторашки. Полторашки, они стоят, ну, условно говоря, они обычно стоят рубль. Вот, полторашки бутылка пустая. Мы торговали по 70 копеек. И, конечно, нас все покупали. Второе, мы уже набрали целый мешок огромной всего этого сора, пошли на рынок, растолкали всех торговцев, бесплатно захватили место и пошли демпинговать пустыми консервными банками, пустыми бутылками, всякими баночками. В общем, мы три доллара торговали. Вот, огромная совершенно сумма по местным меркам. Мне кажется, мадагаскарец вообще такую сумму в кармане держит. Вот, недовольные пошли с рынка, преследуя негодующими взглядами продавцов, как мы смеем демпинговать. И потом еще третий раз сходили, очень даже интересно было. Вот, с такой торговой. Но не надо думать, что вы из России привезете хлам, и там разбогателете. И вовсе нет. То есть там перевозка хлама, конечно, будет стоить дороже, чем сам, собственно, хлам. Поэтому имеет смысл просто экологический всякий хлам, который у вас накапливается, просто там же их продавать. И будет всем вам счастьем. На Мадагаскар я ездил и приехал еще через лет, через пять. А кто сейчас собирается на Мадагаскар? Напомню, я хороший путеводитель написал по Мадагаскару. Введение в Мадагаскар. Практически путеводитель. Это моя страна огромная. Размером примерно чуть больше Украины. Это получается третий остров земли после Гренландии, после Папуанова, Винеи. Но, конечно, офигенно там можно путешествовать, можно там годами, наверное, жить. И я еще раз поверну через несколько лет, через пять еще раз на Мадагаскар. А кто хочет пока узнать подробности по Мадагаскару, потом я в фойе, собственно, стою с разными книжками. У меня есть путеводитель. Путеводитель по Мадагаскару, кому интересно. Или там у меня есть книжка отдельная по Восточной Африке. Кения, Танзания, Уганда, Уанда, Бурунди, Каморские острова. Тоже практически путеводитель. Тоже можно подцепить. Ну, или, скажем, свежая книжка про Индонезию. Путеводитель уже третье издание. От Суматры до Пупуа практически. Путеводитель, если кому-то интересно, потом тоже в фойе посмотрите. Ну, и есть у меня такая книга, называется «Практика вольных путешествий». Это самый главный книг о том, как путешествовать вообще. Каждый тоже сможет его потом подцепить, посмотреть. Вот. Проект «Дом для всех» я проводил в разных городах, разных странах. Я делал «Дома для всех» в Меркутске, Аше, Каире, Владивостоке, Архангельске, Душанбе, Истамбуле, Красноярске, Кудмини, на Мадагаскале, в Мексике, в Берлине, в Севастополе и в Индонезии, и еще где-то. Вот. Но, значит, сейчас в этом году я передал эстафету «Делание «Дома для всех» другим разным хорошим товарищам. И в этом году будут делаться «Дома для всех» на территории России, разными моими друзьями. Алексей Кулешов, мой друг, будет делать «Дома для всех» в Астрахани Денис Коновалов откроет дом для всех в Владивостоке с 15 июля, тоже 15 сентября. Еще третий человек будет делать дом на Камчатке, Петропавловске-Камчатском, и сейчас работает дом для всех в Донецке, если кому-то интересно. Так что, если кому-то интересно пожить в указанных местах, это можно каждому человеку иметь спальник, коврик, не обязательно иметь какие-то деньги для этого. Приезжайте во всех этих домах будет интересная жизнь, и вообще не обязательно жить всегда в одном месте. Можно жить в разных местах. Это очень замечательно, здорово и познавательно, потому что мир открыт, и каждый может жить не только в том месте, где он случайно родился, или куда его распределили при советской власти. Каждый человек может пожить в разных местах, и это очень здорово, очень классно. Теперь придем к вопросам, наверное. Вот у кого есть вопросы, вы спрашиваете вопросы, я на них быстренько отвечу, продолжим дальше, потом передадим следующим ораторам. У кого-нибудь вопросы какие-нибудь образовались, поднимайте руку, спрашивайте. Можно я вот на правах ведущего? Да можно. В Агде можно почитать о проекте «Дон для всех». У меня в жиль澤нале можно почитать про проект «Дон для всех». Есть каждый «Дон для всех» посвящена группа ВКонтакте, отдельная «Дон для всех», «В Астрагоне», «Дон для всех» в одушектах, там в этом самом Владивостоке каждому дом для всех наслаждена группа ВКонтакте моем журнале про раздел дом для всех можно почитать и можно даже книгу дом для всех найти в пакет так что про дом для всех очень много чего рассказано и давать у всех очень хороший метод коммунизма отдельно взятый избег который перемещается в планете и возникает в городах и заранее назначенных местах то есть помните что Ленин мечтал построить коммунизм во всем мире вот но потом он умер в страшных мучениях что-то не получилось потом значит Сталин думал в отдельной стране сделать коммунизм у нас коммунизм отдельно взятый избег который перемещается в планете возникает в городах заранее назначенных местах про все дома обычно за три года там объявляю все об этом знают вот еще у кого-нибудь вопросы там есть